Да нет, если чепуха такая, я несусветная просто. Руководители птицефабрики до сих пор пребывают в шоке. К чему только не готовились. К судебным тяжбам, к возможному аресту имущества. Они и не скрывают, долги у предприятия были. Но ведь думали, что могут арестовать имущество недвижимое. А тут под замок попало самое, что ни на есть движимое. Вот уж действительно ситуация, как куры в ощупь. 94 тысячи несушек ожидают своей участи за решеткой. Хотя сами куры вряд ли подозревают о своей участи. Приставы недолго ломали голову, как арестовать такое количество птицы. Поголовно считать так недели не хватит. Пришлось считать оптом. Закрывали целые курятники. Теперь руководителям фабрики нельзя, как говорят юристы, извлекать из своей живности коммерческую выгоду. Проще говоря, кормить можно, а вот продавать нет. Хозяин не может распоряжаться птице уже на свое усмотрение. Как-то продавать или передавать, или проводить какие-то другие действия. Однако арестованная птица оставлена ему на ответственное хранение. И все бы в этой истории ограничилось оригинальностью арестованного имущества. Живность в Ленинградской области сажают под замок завидным постоянством. Летом в руки судебных приставов попало стадо коров. Но арест скота, или как сейчас птицы, приобрел философский оттенок. И вновь заставил задуматься над вечным вопросом. Что появилось первым? Курица или яйцо? Курицам же не объяснишь, вы арестованы. Они как несли яйца, так и продолжают нести. И вот парадокс. Можно ли извлекать коммерческую выгоду из продажи яиц? С одной стороны, яйца это отдельный продукт, их никто не арестовывал. С другой стороны, их снесли арестованные курицы. И продавать их значит зарабатывать, а это запрещено. На птицефабрике, как решить философский вопрос, пока не знают. Кур держат на карантине, яйца складируют. Это нонсенс, конечно, но мы все равно никого не пускаем на птичники. Не то, что там какие-то приставы пришли или поехали. Должны быть какие-то документы, во всяком случае. И основание какое-то. И приставы вроде признают, арестовывать кур пришлось впервые. Но они ведь всего лишь исполнили решение суда. То-то еще будет, если кур выставят на торги. Кстати, учитывая, что долг фабрики 2,5 миллиона рублей, под молоток каждая несушка уйдет чуть больше, чем за 25 рублей. Валерий Фенев, Михаил Холкин, РЕН-ТВ, Петербург.